Всем привет! Я сейчас готов показать, как делать моды для игры Engineer Millionaire и аналогичным образом для Steampunk, Idol Spinner и для подводной. Вот моды можно делать для ПК-версии сейчас, ну а потом можно будет их включить и в мобильные версии, но основная площадка это ПК. Вот у нас папка самой игры Engineer. Выглядит так, в ней есть под папки, есть файлы Spinner.exe, SVF. Эти файлы мы не меняем. Вот давайте покажу, что происходит, если мы запускаем EXE. Экран, старт и появилась кнопка Select Mode. Если мы запускаем старт, вот игра работает, как обычно, выключаем. Запускаем еще раз. И здесь я для примера добавил мод. Выбираем Select Mode, есть стандартная игра, нажимаем Next. Вот, желтые воздушные шары. Автор General, я сам его нарисовал. Выбрали, вот он выбран и поехали старт опять. И что изменилось? Изменилось, что воздушные шары теперь желтые. Как это делается? Теперь я объясню, как вы можете делать свои моды и загружать на сайты. И, кстати, в кредитах, где у нас кредит, это вот тут, будет видно автор мода. Мод автор, сейчас мой мод играет. Когда вы будете запускать свой мод, здесь будет ваший. Окей. Как это делается? В игре есть папка Data. И здесь файлы основной игры. Значит, ну тут звуки. Здесь там разные в папке All. Здесь вот лица персонажей. Вот faces. И это не меняется. Это стандартный интерфейс. А вот папочка с номером 1. Здесь есть файл MergedArt. Это то, что относится к миру инженер. Вот. Вся графика собрана в текстурный атлас. Что я сделал, чтобы были желтые воздушные шары. Я зашел в папку Mods. И здесь создал новую подпапку под названием, допустим, SampleMod. Пример мода. Здесь я создал файл сначала info.json. Он создается в обычном блокноте. Формат этого файла вот такой. Две фигурные скобки, открывающиеся, закрывающиеся. И обратите внимание, в кавычках. ModName. Это имя мода. Автор в кавычках. И описание мода. Что мод делает. Чтобы игрок мог знать. И версия мода. Версия нужна, чтобы если вы будете развивать свой мод, вы могли потом менять версии. И игроки бы знали, что надо скачать более новую версию. Что сделано в самом моде. Я взял, скопировал из папки Data. Скопировал папку номер 1 сюда, в SampleMod. И ее содержимое, вот этот MergedArt.PNG. Это текстурный атлас. Его открываем Paint.Net. И что я здесь сделал. Я взял, поменял цвет воздушного шара. И воздушный шар теперь желтый. В самой игре. Давайте сейчас с самого начала создадим вместе с вами еще один пример мода. Вот я создам, например. TestMod2. TestMod2. В папке Mods я работаю. В папке Mods. Сюда кидаем инфу. В этой инфу, ну, меняем. Какой мод у нас будет? Давайте мод, который делает все черно-белое. Black and white. General. All. Black and white. Давайте под вымышленным именем, раз черно-белое, напишем. JonesMod. 0.1.0. Версия 1.0.0. Так. Вот, допустим, у нас Mod Black and White. Теперь копируем из папки Data. Папку 1 сюда. Вот, TestMod2. Папка 1. MergedArt. Открываем его. Причем открывайте не Paint, а Paint.net или Photoshop, чем угодно, что сохраняет прозрачность. Ну, и давайте просто сделаем, вот тут поменяем на черно-белое. Вот. Он будет не особо играбельный, этот мод, потому что величины монет будут не читаться. Но я просто показываю пример. Сохраняем. Все. Сохранено. Вот оно. Картинка черно-белая. Info.json здесь, в папке TestMod2. Папка TestMod2 находится в папке Mods. Запускаем WebSpinner. .exe-file. SelectMod. Black and White. Вот, допустим, автор. Версия. И описание мода. Select. Start. Опа. Все черно-белое. Ну, тут и особенность есть в чем. Все да не все. Например, шестеренки у меня в игре принудительно раскрашивают. То есть на это влияние у вас не будет, когда будете создавать мод. Но все остальное вы можете перекрашивать, менять, дорисовывать. Да, как у вас. Кстати, монетки тоже видно. Можете дорисовать так, как вам угодно. И если мы зайдем в информацию, вот, кредит. Мод автор Джон Сноу. Когда будете делать свой мод, здесь будет ваше имя, и вы можете этот мод запускать и распространять. Теперь, куда можно распространять мод? Первое, если зайти на сайт EACH. Сейчас только включу интернет, я, чтобы доделывать модификации, вообще отрубался, чтобы не отвлекаться. Так, вот. Если зайти на сайт EACH.IO. Здесь, ну, это такая точка для разработчиков игр и модов для игр. Вы здесь можете зарегистрироваться, потом зайти в Upload New Project. Это я зашел из-под себя. Вы создадите себе аккаунт на EACH. Upload New Project. И вот здесь вы можете указать, что это игра или мод для игры. GameMods. GameMods. И здесь заполняете там Black and White. Engineer. Миллионер. Здесь будет отдельная. Engineer. Здесь будет ссылка, здесь описание мода. И, что интересно, можете даже заплату распространять мод. Мод можете бесплатно, то есть уже как захотите детали. Только если заплату распространяйте именно то, что сделали вы. Не саму игру. Сама игра-то бесплатно распространяется на EACH. А свой мод. И для заливки Upload Files заливать достаточно будет только вот эту вашу папочку. TestMod. То есть сама игра будет потом подхватывать эти моды. Когда я обновлю ее на EACH. Я это сделаю сегодня. Еще есть сайт ModDB. Вот. Игры и моды. То есть здесь вы тоже можете зарегистрироваться. Вот моды. Добавить мод. Ну и потом регистрируетесь. И вводите там информацию, что мод к игре Steampunk Idle Spinner. Или Engineer Millionaire. Или к подводных 20 тысяч шестеренок под водой. Вот так это работает. Если игрок выбирает мод, потом этот мод можно обратно переключиться на стандартную игру. Или играть с модом. Графика вот в этом текстурном атласе, она уже собрана. Вот мы выбираем мод. Желтые воздушные шары. Start. И поехали. Вот потом выбираем опять. И выбирается стандартная игра. Сам файл. Вот этот вот. MergedArt. Он идет в комплекте с XML файлом. Если захотите разбираться с этим. XML файл выглядит вот так. Он показывает, как игра разрезает вот этот PNG файл на отдельные спрайты. То есть первый уровень модификации вы можете не меняя. Просто здесь что-то дорисовать внутри объекта. Внутри, не залезая за границы. И оно подхватится в игре. Второй уровень модификации. Если вы найдете тулзу, ну например, там Adobe Showbox есть такая тулза. Потом в чате поговорим об этом отдельно. Вы можете разрезать файл автоматически на отдельные картинки. Тогда вы можете даже изменить размер этой картинки. Там что-то дорисовать. Какой-то механизм вообще перерисовать. Но потом надо будет обязательно собрать вот в этот MergedArt. Ну вот так вот. Желаю удачи с модификациями. Буду рад увидеть ваше творчество. Дальше ваше творчество.